Здравствуйте! Я очень благодарю всех, кто сегодня присутствует и смотрит мою лекцию, продолжение. Это вторая серия продолжения пророчества от Харе Кришна Даса. Это древнее ведическое пророчество. Вот эту часть беседы о прогнозах мы с Харе Кришна Дасом начали с того, что обсудили график вектора времени. Посмотрите на экран. Это петля, которая показывает, как разворачивается золотой век в Кали-Югу. Дальше график 1, который мы давали еще на видео лекции 2014 года. На первом видео пророчества «Что ждет Россию?» часть 1. Чтобы найти, где это было, вы можете просто по моей фамилии искать, а можно на нашем сайте astroinstitute.ru. Сейчас вот к этой лекции уже будет график 2. Сейчас 2019 год. Я напомню, что Садху сказал тогда, что уже к 2020 году, это было вот в первой части, что к 2020 году в России сформируется качественно новое государство. Но эпоха революции уже прошла, и это будет сделано демократическим путем, и будет новая форма правления. Ну вот у нас уже 2020 год, и нет никаких тенденций, что у России будет формироваться новое общество. Садху спросил меня, а встреча была в 2018 году, как обстоят дела по важным темам. Я сказала, как есть. Реформа образования, медицины, пенсионная реформа, три столпа завоеваний советского общества, практически все провальные. Стало только хуже. Хуже для нас, для людей. Когда мы сталкиваемся с этими учреждениями, то, в общем-то, просто приличных слов нет. Я уже не говорю о милиции, которая меня бережет, которая превратилась в полицию. Ну, вы понимаете. Я об этом не стала говорить. Я сказала Садху, что единственное, что у нас получилось реформировать, и это сейчас в очень хорошем развитии в государстве, это армия и флот. Харе Кришна Дас ответил, что если нет качественных перемен для жителей страны, и стало только хуже, затяжка событий во времени всегда чревата срывом. Это как пружина, которую, если растягивать, обязательно схлопнется и ударит вас по рукам. Надо успевать все делать вовремя, то есть во времени, встраиваться в нужное время, тогда события идут мягче. У нас идет сильное запаздывание в общественных процессах. Сейчас Земля синхронизирует свои временные потоки с другими вселенными. В разных мирах время течет по-разному. Если не успеваешь встраиваться в них, приходят катаклизмы или революции для ускорения событий в общем потоке времени. Потом я рассказала Харе Кришна Дасу кратко о своем астрологическом анализе на ближайшие годы и о глобальных циклах планет, которые показывают крупные перемены в цивилизации. И попросила его высказать свое мнение. Харе Кришна Дас — святой, обладающий особыми ситхами, видением ситуации. Конечно, нам нужно знать его комментарий. Итак, астрологический анализ начнем с 2020 года. Год начинается с того, что произойдет финальное соединение Сатурна с Плутоном в Козероге. Это январь 2020 года. Одна планета, Плутон, отвечает за распад и разрушение, а другая, Сатурн, за систему ценностей и действующие правила игры. Это говорит о том, что старые правила уже изжили себя и поэтому у нас наступает период вовсе без всяких правил. И это всегда чревато обострением всех противоречий в мире. 2020 год. Из-за соединения Плутона и Сатурна в Козероге, там же будет и Юпитер, возможны многие, много землетрясений по всей планете. И даже там, где совсем мы не предполагаем. Может быть, извержение вулканов, наводнения, может быть, и другие стихийные бедствия. Из-за подвижки земной коры также возможны крупные техногенные катастрофы. Так что 2020 год очень грозный, насыщенный разными противоречивыми событиями по всему земному шару. И в политике скандал за скандалом будет дезориентировать население так, что люди не будут понимать, что происходит. И позже только опомнится, и будет казаться, что пронесло снова череда новых событий. В России же 2020 год будет немного спокойнее, чем на внешнем контуре страны. Так нам будет казаться, но противоречия будут нарастать. И все же 2020 год противоречивый и сумбурный, но это только созревание предпосылок для глобальных перемен. Сами перемены будут позже. Также в конце года, 21 декабря 2020 года, произойдет большая мутация соединения двух крупных планет Юпитера и Сатурна, воздушные стихии, знаки водолея по тропическому зодиаку. Нас ожидает смена парадигмы развития цивилизации, и закладывается новый цикл приблизительно на 240 лет, когда соединения Сатурна и Юпитера будут происходить только в воздушных знаках. И нам сейчас полезно чуть-чуть рассмотреть эпоху, которая заканчивается. Это эпоха, когда соединения этих крупных двух планет-гигантов были в земных знаках. Началась эта эпоха в 1821 году, и проявила себя земная эпоха, если кратко так, накопление капитала и научно-техническая революция. И даже первая проба новой формации социализма закончилась победой капитализма. И где же эта победа произошла? На каком поле она была выиграна? На деньги нас купили. На стяжательство в верхушке растление пошло. Силы не смогли взять. Социалистический строй сам по себе, как социализм, не развалился. Развалилось предательство элит, которые все сделали для того, или же бездействие их привело к распаду страны. Это действия стихии земля, ее ключевые слова накопления богатства. работа, цель, карьера, власть любой ценой. Все, что связано с накопительством и деньгами. Банки, власть, денег. То есть система ценностей в земную эпоху сугубо материальная, меркантильная. Эта эпоха похоронила все ростки другого мировоззрения. Земная эпоха победила, и теперь наступает эпоха воздуха. Его стихии воздуха. Ключевые слова воздушной стихии братства, равенства, свобода. Это древний, ну как бы из прошлых столетий лозунг, который я прочитываю именно в таком сочетании братства, равенства, свобода. То есть начиная со знака близнецов, весов и водолей. Близнецы — это братство, весы равенства, водолей свобода. По часовой стрелке. Так звучат символы грядущей эпохи. Воздух связан с высшими идеями, тонкими мирами в лучшем смысле этого слова. Все воздушные знаки человеческие, то есть содержат символ человека, своей символики. И грядущая эпоха будет связана с развитием и эволюцией человека как духовного существа. Так что в любом случае, даже без информации священных текстов о Золотом веке, нас ждет глобальная перемена в связи с большой мутацией двух крупных планет в нашей Солнечной системе в новую для цивилизации стихию воздуха. А если вернуться еще раз к 2020 году, это год внезапных поворотов еще и потому, что это год высокосный и год шести затмений. Фактор непредсказуемости большой еще и потому, что начинается совершенно новая эпоха, и аналоги с другими эпохами проводить не имеет никакого смысла, так как это начало воздушной мутации, но в эпоху Золотого века. А раз так, то это вообще аналогов не имеет. И возможно, 2020 год будет только подготовкой к глобальным изменениям. Существует инерция при смене таких крупных циклов, и самые изменения могут проявить себя к концу 2021 года, ноябрь-декабрь. Там будут затмения 19 ноября и 4 декабря 2021 года. Между ними в коридоре затмений маленькое расстояние около 14 дней. И между ними также будут 3 субботы, что является древним ключом для грозных событий. При этом сформируются мощные квадратуры между Марсом и Юпитером, и Сатурном, и Ураном. В коридоре затмений. Это время, когда может начаться мировой экономический кризис. Осень 2021 года. Это мое предположение. Далее, если мы посмотрим астрологический прогноз ситуации, еще раз скажу, что я делаю этот астрологический анализ в тропическом зодиаке. Он, на мой взгляд, работает точнее именно для мировых событий. 20-й, 21-й и начало 22-го года могут быть только подготовкой к большим изменениям. Самые крупные изменения для России начинаются в конце 2022 года с переходом на 2023. 2023 год – это будет окно больших перемен. И может произойти то, что мы сейчас даже не предполагаем. Но могут быть очень крупные изменения именно в нашем государстве. Это не предсказание, а пока предположение, что в внешнем контуре будет нарастать экономический кризис, а у нас будет окно возможности выскочить из-под удавки западного мира и либеральной экономики. Давайте посмотрим сейчас график поворота вектора времени. Если мы посмотрим по графику вектора времени, то 2023 год дает проекцию на 1985 год, когда в марте к власти пришел Горбачев и началась эпоха Горбачева. А вот сегодняшний 2020 год – это проекция на 1988 год. Поэтому вот как пользоваться этим графиком? Во-первых, это все-таки в первой части пророчества подробно говорится. Сейчас мы не будем к этому возвращаться. Но если кратко, то нужно по этому вектору времени горизонтальная черта показывает нам 20 век до 2004 года. Линия, которая идет вверх, рано или поздно должна по экспоненте оторваться от проекции на 20 век и пойти резко вверх. Это видно по той диаграмме, которую мы давали в первой части пророчества. И сейчас вы можете на нее посмотреть. То есть у нас еще пока сохраняются некие аналогии с годами, которые дает проекция на 20 век. В ней сможете посмотреть соответствие годов. У нас сейчас ситуация в чем-то зеркальная, зеркальная к текущему времени, и отражение некоторое прослеживается. То есть это 20-й год проецируется на 1988, а 1985 на 2023. То есть это время Горбачева. То есть это было сумбурное время и много неадекватностей или просто глупостей в государстве. И я помню хорошо это время. Мы все задавали друг другу вопросы. Это дело добром не кончится? И сами себе отвечали, да, это просто так не кончится. Смотрим еще раз график. Это время той дури, которая была при Горбачеве. И начало развала государства. И Горбачев ничего не делал внутри страны, чтобы спасти государство. Дальше по графику вектора времени еще два года, если мы удаляемся вглубь 20 века, так называемая эпоха похорон. И только проекция с 1982 года, эта проекция дается на 2025 и 2026 года, дает нам эпоху Брежнева. А это уже классика социализма 20 века, чисто советское время, СССР. А вот это время с 1985, которое проецируется на 2023 год, это когда Горбачев пришел к власти. Он пришел к власти в марте. Это был уже упадок советской эпохи. И вот эта непонятная ситуация, которая там происходила, она зеркалится на нашу сегодняшнюю ситуацию. Сейчас, на самом деле, трудно сказать, как события будут разворачиваться именно сейчас. Это трудно сказать из-за влияния Золотого века, который, напомню, начался только 15 лет назад. Очень маленькое время прошло. И все же в 2023 году возможны большие перемены у нас в государстве и в руководстве страны в том числе. Так как 2023 год проецируется на 1985, когда пришел к власти новый человек. Вот новый человек после длительного правления Брежнева. Горбачев тогда пришел. Это окно возможностей. И это будет тот момент, когда Юпитер, ну, с астрологической точки зрения, когда Юпитер пересечет границу в знаке Тельца, соединится с Раху и далее пойдет на соединение с Ураном. Знак Тельца для страны Водолея, России. Это перемена основания. Может быть, не обязательно перемена власти как таковой, ну, там, президента или премьер-министра. Скорее, это перемена основания, основ государства. Можно, конечно, сказать, что это будет революция или тот самый беспощадный русский бунт, которого уже боятся в руководстве страны. Мы даже слышим такие высказывания. А может быть, изменение Конституции. Это тоже основа государства. По графику проекции даются где-то на 2023 год. Но вы имейте в виду, что это не точно. Прям вот взяли и по графику отсчитываем, что есть какой-то люфт, какой-то допуск чуть раньше, чуть позже. Но окно возможностей открывается именно в 2023 году. Ситуация начнет себя проявлять чуть раньше, в 2022 году, в октябре-ноябре. И полностью может себя проявить в 2023 году с марта по июнь. Харе Кришна Дас внимательно выслушал. Я попросила его комментарий или рекомендации для нас. И далее его ответ был, как всегда, немного парадоксальный. Почти так же, как про доллар. Вы помните, кто смотрел первую часть, он сказал, что долларом вы не будете пользоваться. То есть он сказал, что его не будет. А я говорю, как не будет? Он говорит, что вы не будете им пользоваться. Но надо иметь в виду, что Харе Кришна Даса личность очень уникальная и необыкновенная. И у него очень такое большое чувство юмора. То есть он так вот говорит и мыслит очень парадоксально. Когда я спросила, как совсем не будет? Он сказал, нет, вы не будете им пользоваться. Это так и есть сейчас в стране. Мы даже в уме уже перестали что-либо пересчитывать на доллары. Его парадоксальный комментарий на этот раз такой. Он сказал, что по естественно текущему потоку времени все верно, но время сейчас многослойное и сама Земля принесет вам много сюрпризов. И через некоторое время пророчество не покажется вам фантастичным. Будут такие перемены в природе, что вы начнете ей, то есть Земле, молиться, пуджи делать, святых просить о специальных молебнах Земле, тех, кто действительно умеет работать с этими потоками. Я спросила, что шаманы будут работать, что он имел в виду. Садху сказал, что позовете всех, кто действительно умеет. В Индии браманов звать будут, и ягьи специальные делать. Земля нуждается в потоках любви. И в заботе. Ей сейчас трудно. И там, где это будут делать, климат будет мягче. Наводнений будет меньше. И урожай будет хороший. Кто заботится о Земле, Земля как мать, она защищает. В прошлые переходные эпохи люди на помощь звали Землю действительно как мать. И помощь получали. Она, вот Садху так и сказал, она и лечить вас может. И кровь дать, и спасти, и напоить, и согреть, и души ваши вылечить. Будут такие особые энергетические места, где человек может лечь, просто вот на Землю лечь. И от этих энергий излечиваться. И душа будет излечиваться. Не строите очень высокие дома. Они в будущем будут лишние. Вам надо быть ближе к поверхности Земли. И вы этот совет скоро осознаете по-новому. И даже будете строить небольшие такие подземные помещения экологичные для того, чтобы лечиться, просто излечиваться. Я задала вопрос Харе Кришна Дасу про цифровизацию, новой коммуникации. Как ему видится будущее человечества? Это что, грядущий новый технологический уклад? Харе Кришна Дас сказал так, что это дело рук демонических цивилизаций. И цифровой мир – это, конечно, частичное упрощение жизни людей. Но к ним надо относиться как к инструменту, и не более того. В начале XX века, например, опиум тоже свободно продавался в аптеках и не считался вредным наркотиком. Так и цифровые технологии. Вы наиграетесь в эти игрушки и поймете, что должно быть разумное ограничение цифрового мира для сохранения и развития вашего мозга, человеческого интеллекта и вашей личности, в конце концов. Будет открыт и развиваться второй тип разума, который находится в сердце. Это такое небольшое пятно, состоящее из особых клеток, и у него мощные функции. Из-за этим будущее. Внутри вашего тела есть свой личный интернет. Мы – биологический вид существ на Земле, который обладает двумя типами разума. Они внутри нас всегда существуют, но развитие этих функций у человека будет в эпоху Золотого века. В конце века и в следующих столетиях, имеется в виду 21 век, будет больше развиваться естественные науки и новые возможности человека, как биологического существа. Придут новые технологии, не такие громоздкие и не такие пагубные. Технологический процесс и новые технологии не должны подавлять и убивать саму суть человека, как духовного существа. Харе Кришна Дас сказал еще вот что. Демонические структуры ускорили и усилили свое влияние в надежде, что уже никто не сможет им сопротивляться. И они победили в захвате человека и его души на территории России, так как Россия – это поле битвы богов. Россия – это поле битвы богов. И в тонком плане тоже. Садху сказал, для самосохранения вам надо бы не сотрудничать с ними, а отгораживаться, быть на дистанции и делать все, абсолютно все самим. А как только будет восстановлена ваша традиционная система ценностей, воспитания, образования, наука, без влияния демонических структур, свыше придут новые гуманитарные технологии золотого века. И вы прекрасно сможете развиваться без демонических идей, которые идут с запада. Зачем они вам? Они вас только тормозят и делают они это специально. А уровень в жизни у вас будет высокий с этими новыми технологиями. Но их сейчас не могут дать вам. Вам сейчас не могут их дать, так как это будет использовано для обогащения узкого круга людей и украдено у вас. А такое развитие событий на вашей территории не входит в планы Бога, сказал Харе Кришна Дас. Если кто-то не понимает, что стоит за этой фразой, простите, я не виновата. Попроще можно дать такой образ. Хозяин Кали-юги на тонком плане старается захватить внимание души всех людей для того, чтобы помешать развороту золотого века. И когда придет время включения духовных сил, и когда должны прийти воины золотого века, он скажет, Бог, а ты опоздал, тут все мои, все души продались мне за деньги, тебе уже тут и делать нечего, уходи отсюда, и золотой век не может состояться. У демонов всегда есть такая иллюзия, что они могут перехитрить Бога. И здесь вот это надо иметь в виду нам, что сейчас очень сложное время, очень сложное. И еще напомню, что было сказано в Писаниях, Бог делает один шаг, никто еще не понимает. Он делает второй шаг, и снова никто ничего не понял. И только после третьего шага все проясняется, и враги повержены. Это любимый метод Верховного Господа. Выскажу свое мнение, что нам более всего сейчас необходимо не искать сверхвысокую идею развития страны, а вот, допустим, на 10-15 лет поставить главной целью восстановление образования и воспитания нового поколения на основе нашей русской и советской образовательных школ и тех традиций, которые были в XX веке. Тогда патриотизм будет написан не на лбу человека, а будет в сердце его. А это будет уже шаг в сторону божественного замысла. Мы сейчас далеко не орлы, и золотой век, в общем-то, не для нас делается, а для того нового поколения, которое должно прийти. И одним хотя бы этим действием восстановления, воспитания, не просто образования, а воспитания, мы можем делать шаг в сторону развития, разворота золотого века. И я очень надеюсь, что хоть какое-то движение в эту сторону будет, ну, конечно, с помощью Бога. Разрешите ответить сразу на несколько частых задаваемых вопросов. Часто просят координаты Садху Харе Кришна Даса. Вот сразу скажу, что у меня нет его адреса. Садху сам находит того, кто ему нужен. Я сама могу с ним общаться только тогда, когда он выходит на связь. Не забудьте, что еще нужен переводчик, и, конечно, это не так просто. Всегда он определяет место и время. Где на данный момент, где сейчас живет Харе Кришна Даса, он не говорит. И делать с ним видео или фото не разрешает. Он говорит так, а зачем тебе? Когда нужно, я тебя сам найду, и ты меня видишь, и достаточно. Ну, в принципе, это можно понять. Он хочет спокойно ездить по Индии, где-то бывать, где он считает нужным, чтобы толпы любопытных его не беспокоили. Так что не надо задавать мне этот вопрос. И если вот сейчас описать, Харе Кришна Даса почти не меняется внешне. Он как выглядел, так и выглядит. Я меняюсь. Харе Кришна Даса практически не меняется. Вот выглядит он просто как обычный индус, который занимается духовными практиками. Вот фотографии прежних времен вы сейчас можете увидеть, как он раньше выглядел. Он приблизительно так и выглядит. Еще бывает так, у меня спрашивают, а вам Харе Кришна Даса не говорил обо мне? Ну, там, какой-нибудь, допустим, Вася такой-то. Харе Кришна Даса не говорил обо мне, не сказал, чтобы вы лично мне все передали, все материалы по пророчеству. Вот сразу скажу, нет, не говорил. Еще хотела вот что сказать, что наши беседы с Садху для меня уникальная возможность общаться с такой личностью. Я благодарю судьбу и Господа за такую возможность. Все, конечно, по его милости, Шри Хри Даса. У меня всегда много вопросов, и с Харе Кришна Дасом их можно обсудить. Есть возможность записать текст, подумать, потом задать вопросы, получить разъяснение. Когда мы встречаемся, это бывает нечасто, но когда бывает, то это всегда несколько дней, так что есть возможность все обдумать. Не все можно сказать в видео. Самое важное о пророчестве я сказала, что есть на сегодняшний момент. Но есть вопросы, которые не вошли в это видео, ну просто не по теме получается. Обсуждение этих вопросов и ответов оставлю для моих учеников, которые приходят к нам учиться. Они, конечно, могут узнать от меня больше. Приходите к нам на курсы, вы тоже будете знать. 15 марта 2020 года у нас новый курс, базовый курс и джиотиш для начинающих. Вся информация на нашем сайте. Посмотрите, там есть объявление. Кто хочет учиться, пишите через обратную связь, и вы получите развернутый ответ о деталях обучения. Сейчас я не буду занимать этим время. Что касается пророчества, через какое-то время будет видео ответы на вопросы по теме пророчества. Может быть даже будут комментарии от Харьи Кришна Даса. Но не обещаю, что это будет скоро. Я и моя команда мы ждем от вас интересных вопросов по этой теме. Если будут хорошие вопросы, и я так вот буду видеть, что это интересно будет для всех, сделаем живую встречу в аудитории в Москве или же открытый вебинар. О следующем продолжении пророчества Садху Харьи Кришна Даса сказал, что это зависит от высших сил и от времени активизации самого пророчества. То есть мы не знаем, когда это может быть. Это может быстро, может быть не быстро. Еще я хочу сказать, что эта информация о пророчестве для всех людей, у кого есть здравый смысл и искреннее сердце. Возможно, древние мудрецы и оставили его нам пророчество это для поддержки тех душ, у кого еще есть вера в то, что могут возродиться традиционные ценности. То есть по сути всех событий, по тому глобальному процессу, который у нас сейчас происходит, возможно, прямо сейчас вот это продолжение, оно и не очень нужно, по сути. Почему? Потому что уже все поехало, уже все процессы запущены. Хотим мы, не хотим, уже все будет происходить так, как решил сам Господь. Но эта информация и активизация пророчества произошла. Она произошла в помощь тем людям, которые ждут и надеются. Если вам нравится эта тема, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, тогда не пропустите новости, которые у нас будут. Или же на нашем сайте подписывайтесь. Делиться видео в соцсетях, делитесь, это можно, оно для всех. И это моя благодарность и мое служение Харе Кришна Дасу и Шри Харидасу. Только, пожалуйста, не режьте на куски и не искажите мои слова. А также ссылка на наш сайт astroinstitute.ru обязательно. Если соблюдать авторские права, но это вот мое мнение, пожалуйста, поймите меня правильно, то вот я выполняю свою миссию и вы, когда делитесь и все сделано благостно, то и у вас это тоже будет как часть служения. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова